Иллуя, Господь, я благодарю Тебя за эту встречу, Господь, за эту встречу, новую встречу в новом году, Господь, и эта встреча, она будет сегодня посвящена Твоему Слову, Господь, пусть Твое Божье семя падает в сердце каждого, Господь, и расширяется, и прорастает, Господь, правильными плодами, Господь, благослови каждого участника нашего собрания, благослови Ольгу, благослови чтецов, Господь, благослови и даруй нам дух опознания, чтобы мы четко понимали, что мы читаем, чтобы мы четко понимали смысл того, что Ты хочешь передать для нас и каждому из нас, Господь, независимо от переводов, Господь, независимо от трактования, я прошу о том, чтобы мы познавали истину, Господь, ту истину, которую Ты вложил в Своё Божье Слово, Господь, благослови каждого и всех, благослови наше собрание, Господь, благослови нас на размышления, на истину, еще раз повторюсь, Господь, в сегодняшнем моменте, в сегодняшнем дне и во все последующие. Аминь. 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 Давайте скажем, аминь. 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 Да, соглашайтесь. Соглашайтесь с молитвами. Аминь, аминь. Пусть благословение этих молитв, оно приносит в нашу жизнь все то, о чем сказано. Это очень сильно сказать аминь на слово молитвы. Аминь. 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 Мы с вами прочли Евангелие от Матфея в двух вариантах. И мы смотрели на те комментарии, которые есть к этому Евангелию. Евангелие, которое названо теологами, Евангелие для Израиля, для евреев. Благословенное время очень. И Господь подсказал, напомнил мне о времени между заветами. Между заветами. Когда заканчивается книга Малахия, у нас появляется страничка в Библии «Новый завет». И начинаются времена Ишуа. И оказывается здесь серьезный разрыв временной. И мы познакомимся немножечко с тем, что происходило в это время между заветами, прежде чем перейдем к разбору очередной книги Писания. Это тоже очень интересное время. Я думаю, вы тоже получите благословение, как и я же. Сейчас мы с вами посмотрим на вот этот вот период между заветами. Между заветами. Начинают Малахии. Последнего пророка Ветхого Завета. До времени Христа прошло примерно 400 лет. Это серьезный период. Прошло 400 лет. Это промежуток времени часто называют годами молчания. Однако в этот период происходило многое, о чем мы не читаем в каноне. В библейском, в расширенном, куда входят апокрифические книги, их 8 еще считается основных апокрифических книг, там сказано об этом периоде. Ну а сейчас мы просто поговорим об этом. Вот, например, вот в это время, когда завершился период Ветхого Завета, Иудея была на тот момент персидской провинцией. После того, как правление Соломона, царя Соломона, около 931 года до нашей эры, почти тысяча лет до нашей эры, в еврейской истории завершается период царей. Несмотря на то, что после него еще были цари, но так устанавливается еврейская история, что вот сам период, как таковой, он пошел в упадок. Завершается период царей. 12 израильских колен разделились на два царства. Знаем, во времена Раваама. Северное царство называлось Израилем, южное – Иудеей. В результате греха, нечестия и идолопоклонства оба царства пали. Северное царство было захвачено Осирией. Осирийцы захватывают Северное царство. Окончательное падение Самарии произошло в 722 году до нашей эры. Такие далекие времена для нас, но очень интересные по своему значению. Царство Иудея было более добродетельным, более сильным. Оно просуществовало до 586 года до нашей эры, когда Вавилонская армия пришла, вошла в Иерусалим и началось Вавилонское пленение. Вавилонское владычество закончилось в 538. Мы говорим о том, что Иудея просуществовала до 586 года. И мы знаем, что отсчет времени до нашей эры идет от больших цифр к меньшим. 586 год до нашей эры. Вавилонское владычество закончилось в 538 году. Грубо говоря, 50 лет мы видим здесь разницу. В 538 году до нашей эры. когда медяне и персы захватили Вавилон уже. Вавилон. В результате евреи были освобождены из плена. Они смогли вернуться домой в Иерусалим и в очередной раз восстановить разрушенные стены и храм. Пророки Агей, Захария, Малахия пророчествовали евреям после возвращения из плена. Это были пророки после возвращения из плена. Когда их читаете, можно даже себе где-то пометить на страницах Писания, что это пророки после того, как народ Израиля вернулся из плена. Людей было необходимо увещевать, чтобы они закончили строительство храма, и Малахия обличал их за неверие, обличал их за смешанные браки, обличал их за разводы, а также их скептицизм и безразличие. Мы знаем, что разводы они как бы не разрешались в народе Израиля, тем более смешанные браки. Разводное письмо, вот эту тенденцию давать разводное письмо по жестокосердию людей пришло от времен Моисея, и разводы уже были, но к смешанным бракам относились более серьезно даже, чем к разводам, и вот Малахия обличал народ. Обещанные благословения, провозглашенные Агеем и Захарией, не материализовались, не состоялось те благословения, которые говорила Агея Захария. Люди стали небрежно относиться к своим обязательствам перед Богом. И вот через Малахию им предлагалось возобновить свое посвящение Богу, напоминалось обетование о приходе Ильи. между вот тем временем и исполнением этого пророчества о приходе Ильи со времен Малахии до прихода Иоанна Крестителя, вот между тем временем прошло около 430 лет. Малахия говорил об этом за 430 лет. И меня всегда очень удивляет, насколько мощные пролонгированные такие пророчества давались на на 300, 400, 600 лет. И понятно, что вот то Мерила, которое один из критериев как проверить пророка, мы говорим о том, что если пророчество состоялось, ну значит пророк истина. Если пророчество не состоялось, то это ложный пророк. Но когда пророчество дается на 600 лет вперед, человеческой жизнью трудно проверить это пророчество. Поэтому наверное этот критерий достаточно сомнительный для таких серьезных посвященных сильных пророков. 430 год до нашей эры Малахия возвещает эти истины. И исполнение этого пророчества осуществилось, когда пришел Иоанн Креститель, который провозгласил скорый приход от Мессии. Вот прошли вот эти вот 400 лет, которые мы сейчас называем временами молчания. В конце ветхозаветного периода доминирующей политической силой были персы. Их правление длилось до греческого периода, который начался в 332 году до нашей эры, когда греки под руководством Александра Македонского, вот в Библии мы про Александра Македонского ничего не знаем, не читаем, 332 год до нашей эры греки под руководством Александра Македонского стали великой мировой такой вот державой, силой, его называют великим Александр Великий. Когда Александр Великий умер, а умер он очень рано, он умирает в возрасте 32 года, 32 года 8 месяцев, вот время его смерти. Его империя, вот в это время его империя разделилась. Четыре его самых ближайших военно-начальника делят империю. Птолемей занял территорию Египта, Палестины и Аравии. Палестина, мы знаем, что это израильская территория, Птолемей. С этим именем мы встречаемся в Писании. Особенно историков Иосиф Флавий пишет о Птолемее. Македония и Греция отошли Кассандру. Ли Сеймах завладел Фракией и Вифинией, а Селевк Первый взял себе Сирию. Сирия, а Сирия по-разному называют. Селевк, это вот потом Селевкида, мы читаем о Селевкидах в последующем, ну, в исторических каких-то документах. На современной карте территория Сирии. Вот все то, о чем мы сказали с вами выше, Египет, Палестина, Аравия, Македония, Греция, Фракия, Вифиния, Ассирия. На современной карте это территории Греции, Турции, Сирии, Египта и ряд небольших других стран. Какое-то время, мы уже сказали об этом, какое-то время иудеи находились под властью Птолемея. Но между потомками Птолемея и потомками Селевка возникает конфликт. И после смерти Птолемея Четвертого Антиох Третий Великий в 198 году до нашей эры захватывает Палестину. Это почти 200 лет до нашей эры. Приходит Антиох Третий вместо Птолемея. Затем в Палестинском регионе правителем стал Антиох Четвертый по прозвищу Эпифан. Я когда читала Иосифа Флавия имена повторяющиеся допустим Антиох Третий Антиох Четвертый Селевк Первый Селевк Второй Третий Вот для человека как бы на слуху что Антиох Третий что Антиох Четвертый и были бы разные имена было бы проще воспринимать вот этот сезон ну как есть. Антиох Четвертый приходит вместо Антиоха Третьего Антиоха Третьего кстати звали Великим он действительно был ну по-своему очень мудрый человек Великим же звали Александра Македонского Антиох Четвертый по прозвищу Епифан Антиоха Третьего звали Великий а этого звали Епифан не смотрела перевод что значит Епифан можно было бы посмотреть но как-то пропустила этот момент В этот период против евреев был предпринят ряд жестоких мер Многие из них были убиты в то время как другие подвергались сильному гонению Антиох Эпифан осквернил храм в Иерусалиме сварив там свинью окропив этим варевом помещение храма осознанное такое осквернение зная о том что свинья свинью израиль свинину израильтяне не употребляют и вообще в храм заносили только кошерное приношение и свинья никогда не относилась к категории жертвенных животных а когда варят свинью в храме и окропляют этим варевом помещение храма конечно это очень серьезное оскорбление он пытался уничтожить поклонение Иегове Антиох Эпифан вот этот правитель он конечно таким был жестоким гонителем иудеев и всего иудейского и вот после вот этого действия Антиоха Эпифана наступает период Маковейского восстания есть книги первая книга Маковеев вторая книга Маковеев интересные очень книги они подробно описывают но мы немножко об этом периоде поговорим сами иудеи в это время подвергались жестоким преследованием один посланник Антиоха Епифана явился в город Мадин расположенный в 25 километрах к западу от Иерусалима и потребовал чтобы священник Матафия вышел вперед и совершил жертвоприношение языческому идолу но Матафия без колебания отказался подав хороший пример своему народу однако какой-то испуганный еврей подошел к жертвеннику чтобы совершить это действие это жертвоприношение и это так разгневало священника Матафию что он убил отступника а за ним и посланника Антиоха Епифана Матафия с помощью своих пятерых сыновей у него было пять сыновей их имена Иоанн Симон Иуда Елеазар и Иоаннафан они разрушили языческий жертвенник после чего они скрылись в горах это считается временем начала Маковейского восстания ортодоксальные евреи отказывались сражаться или делать что-либо в субботу и сирийцы это знали сирийцы воспользовались этим они убили многих евреев именно в шаббат в субботнее время которые не стали себя защищать в субботу Маттафия решил что будет правильным сражаться в субботу в целях самозащиты и вскоре после начала восстания Маттафия умирает вот это вот восстание Маковейское эти действия все прошли про которые мы с вами говорили он умирает его сын Иуда был поставлен поставлен вместо него он был известен как Маковей отсюда и название что значит Маковей значит молот таким образом последователей Иуды стали называть Маковеями вот откуда название молот мощное название иудеи сплотились вокруг Иуды одержали победу над сирийцами кстати сирийцы превосходили значительно превосходили их в сирии вот что значит борьба за правое дело они вернули Иерусалим разрушили языческие жертвенники очистили храм оскверненный антиохом Епифаном храм был вновь посвящен Господу и очищен в 165 году до нашей эры напоминаю что происходящее событие были в 198 году мы видим по времени что это уже почти 30 лет прошло продолжительность Маковейского восстания 165 год до нашей эры храм вновь посвящен Господу в течение 8 дней они праздновали посвящение храма праздник известный как Ханука мы помним это еще нам добавит дополнительных знаний мы говорили про Хануку когда стоит девятисвечник и шамаш в центре свеча которая является служкой от которой зажигаются свечи в Хануку и мы знаем что это праздник огней мы знаем что не было масла в храме те кто очищал храм они не хотели ждать когда будет выдавлено новое чистое кошерное масло они взяли вот эту маленькую бутылочку с маслом горение которое должно было продолжаться не более суток и вот это чудо ознаменование которого празднуется праздник огней праздник Хануки это масло горело все восемь дней все восемь дней празднования горело это маленькая порция это такой экскурс обратно в Хануку были и другие битвы и другие трудности но перед этим со 167 года по 163 год был период независимости 4 года была независимость военный гений Иуды вот так называют считают его человеком гениальным этого сына Аматафии военный гений Иуда был убит в 160 году до нашей эры после смерти Иуды власть в свои руки взял его брат Иоаннафан он правил со 161 года по 144 год до нашей эры во времена военных действий править почти 20 лет это считается много его прозвали хитрым он многого достиг благодаря дипломатическим способностям своим и политической игре состояние сирийского престола продолжало оставаться нестабильным сам Иоаннафан погиб от рук ассирийского правителя его сменяет Симон это тоже его брат который правил страной со 144 до 135 года до нашей эры Симон отличался большим благоразумием и хорошими административными способностями я вот кстати когда читала про этих братьев вот говорят что в семье абсолютно рождаются дети с разными способностями с разными характерами но нет ни одного человека хотя воспитываются в одной семье вот один обладал дипломатическими какими-то способностями вот Симон обладал благоразумием и он был хорошим администратором административными способностями он был полноправным властителем страны несмотря на то что он фактически был первым кто полном полновластно правил царством ему не позволили называться царем правитель и правитель он был убит в 135 году до нашей эры своим зятем Птолемеем после убийства Симона Хасманея со 135 года по 106 год до нашей эры страной правил Иоанн Геркан очень советую прочитайте Иудейскую войну она не просто читается которую пишет Иосиф Флавий но там много подробностей вот этого периода о котором мы знаем мало к сожалению мало затем вплоть до захвата страны Римом ею правили арестовал и его сыновья вот у арестовала тоже такие повторяющиеся имена этот период тоже читать надо очень вдумчиво после периода независимости в годы правления Маковеев Палестина в 63 году до нашей эры мы приближаемся ко временам Иисуса Христа в 63 году до нашей эры попала под владычество Рима Помпей захватывает уже римский владыка захватывает Палестину он три месяца осаждал Иерусалим и по имеющимся сведениям захватив город он убил 12 тысяч иудеев римляне вошли в храм в святое святых но они не забрали дорогого убранства храма они позволили продолжать в храме богослужения однако Иерусалим и иудея стали данниками римлян на них была наложена дань таким образом опять независимости иудеев пришел конец римляне обкладывают их ежегодной данью это конечно вызывает ненависть иудеев что дальше происходит антипатор идумиянин идумия это потомки Исава где мы встречаем в библии вот эту национальность идумиянин это все потомки это родословие Исава был поставлен правителем антипатор был поставлен правителем над иудеей антипатор сменил его сменил его сын Ирод великий и уже понятно что с этим именем мы знакомы являвшийся царем иудеи приблизительно до 37 до 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 нашей эры по четвертый год нашей эры нам это имя уже известно Ирод Великий он конечно он старался как правитель обрести благосклонность иудеев он перестроил кто-то может быть не знает перестроил с огромной пышностью он храм перестроил и он правил иудеи когда родился Иисус Христос будучи чрезвычайно жестоким к его периоду относятся убиение детей в Вифлееме он хотел уничтожить царя иудейского когда узнал от Волхох что родился в Иудее царь и все дети маленького возраста были уничтожены политические партии и религиозная группа которые были в то время давайте посмотрим на это в Палестине было несколько сект несколько групп иродиане они поддерживали правление и контроль Ирода по своим интересам поддержки Ирода его потомков они представляли собой исключительно политическую партию исключительно политическую партию с другой стороны были зелоты такие патриоты которые противостояли Риму любой ценой что бы ни делали римляне зелоты они были наиже жесточайшими противниками римского господства именно их фанатизм привел к войне с Римом в 70 году нашей эры когда армия Тита разрушила Иерусалим и его храм и вот здесь вот говорится о серьезных ошибках иудеев что сам Тит он не намеревался разрушать храм но пришлось пришлось им приписывается разрушение храма но надо посмотреть еще на причины по какой причине это произошло но сам факт в 70 году когда идет война уже начинается война с Римом армия Тита разрушает Иерусалим и разрушает храм пророчество сбылось одно из пророчеств по поводу разрушения храма и по поводу разрушения Иерусалима одной из самых известных групп в дни Иисуса Христа были фарисеи это значит отделенные само слово фарисеи значит отделенные в то время как иудея даже нет я наверное о другом скажу идея отделения и разграничения формировались у евреев намного раньше и вот эта вот группа фарисейские эти группы фарисейские но по всей видимости они появились в третьем веке до нашей эры когда страна находилась под правлением греков фарисеи хотели отделить себя от пагубного влияния греческой культуры от пагубного влияния эллинизма греков еще называли эллинами они проявляли большое рвение в вопросах закона божьего закона скрупулезно соблюдали все законы в отношении церемониальных обрядов скрупулезно церемониальной чистоты своей они создали систему традиций и вот это их стремление стремились применять закон во всех областях жизни их комментарии к закону пятикнижи и моисея в конце концов были возведены в ранг в ранг самого закона вот когда начались особенно сильно человеческие вкрапления в божьи какие-то определения для народа божьего их комментарии к закону были возведены в ранг самого закона а сами они превратились в законников понятно что и в итоге оказались в серьезном конфликте с Иисусом Христом это знаем еще одна секта появившаяся почти одновременно с фарисеями мы о них тоже читаем частично саддукеи саддукеи принадлежали определенной группе людей это были очень богатые люди это была аристократия еврейская они заключили мир с политическим руководством обрели для себя положение позволяющего им приобретать ну и богатство и влияние сторонились масс и были очень непопулярны среди народа потому что они так особнячком держались и одной из важных духовных аспектов в отличие отличие саддукеев от фарисеев не только в том что это аристократия вот духовные вещи смотрите какие саддукеи не верили в воскресение вообще как таковое что кто-то может воскреснуть в это они не верили они не верили в злых духов они не верили в ангелов их учение носило вот такой вот преимущественно негативный оттенок ко всему сверхъестественному у фарисеев и саддукеев было мало общего за исключением неприязни к Иисусу вот этим они в этом они были едины в писаниях часто упоминаются еще книжники вот эта категория благодаря тому что они переписывали писание и в процессе переписывания хорошо их осваивали их почитали как знатоков писания они не только изучали и истолковывали писание но были весьма авторитетными в знании как писаного закона так и неписаного мы знаем что есть традиции неписанный закон на протяжении очень-очень многих лет истории такие традиции в Израиле сложились поэтому и писанный и неписанный закон из уст книжников звучали очень увесисто возьмем период рождения иисуса иисуса в Ефреем его проживанием в Назарете не было случайностью его пришествие было предопределен Богом и состоялось когда все было готово к нему Павел заявляет в послании к Галатам что когда пришла полнота времени пришла полнота времени Бог послал Сына Своего мир общества было в состоянии полной готовности к величайшему в истории Божьему откровению в это время мы знаем что уже начинают появляться Христы и еще раз напоминаю что Иисус Христос это не имея фамилия Ишоа это то имя на котором есть помазание Христос Христос это помазание на избраннике Божьем который должен был взять на себя грехи мира мир в состоянии полной готовности ожидают социальные экономические моральные религиозные другие факторы достигли уже той грани когда сформировалась та соответствующая обстановка для явления Сына Божьего это вот как революция в семнадцатом году да идет созревание масс сформировалась обстановка для того чтобы можно было победить в революцию нехорошее сравнение но общество созревает для определенных этапов для определенных ситуаций и вот в Израиле все вот эти факторы и социальные экономические и моральные и религиозные они достигли того апофеоза чтобы в это время явился Сын Божий изучение состояния мира к моменту рождения Христа имеет практическую ценность она помогает увидеть состояние современного мира которая также сейчас уже назревает в обществе оно назрело уже мы уже это чувствуем условия возвращения Христа и вот здесь я бы хотела даже вашу Аминь услышать назрела эта ситуация когда Иисус Христос Аминь 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 уже назрела уже такое ожидание ожидание и обстановка в мире и вот эти экономические обстоятельства сегодняшнего дня и моральные и религиозные и мы видим сейчас вот эту изоляцию в обществе все к тому что так мы не жили никогда нельзя сказать что что-то подобное в нашей жизни было в период нашей земной жизни нашей памяти которая позволяет нам в силу нашего возраста сделать этот экскурс назад давайте посмотрим на готовность политической обстановки одним из условий пришествия Христа была вот эта созревшая политическая ситуация ну сколько успеем сегодня надеюсь что успеем известный на то время мир был объединен благодаря усилиям цезаря и весь тот регион находился под владычеством римской империи граница между всеми странами были открыты в результате чего строились хорошие дороги перемещение было удобным также имелась возможность путешествовать в открытом море это лишь некоторые из факторов сформировавшие политическую обстановку того дня которая способствовала распространению Евангелия когда пришел Иисус не было языкового барьера поскольку все знали греческий язык каждая провинция имела свой язык и диалект но греческий универсальный язык был чудесным средством передачи информации новый завет был написан на греческом помним это это политическая обстановка единый язык и открытые границы экономическая обстановка с одной стороны изобилие роскошь великолепие с другой бедность и смятение двое из трех человек на улицах Рима были рабами считавшимися не более чем собственностью кого-то или движимым имуществом многие из них восставали против этого и жаждали свободы для большинства людей жизнь в условиях экономического кризиса была трудной пришествие Христа в историю человечества сделала вот так пишут интересно сделала прямым путь в пустыне и открыт и открыла большую дорогу для Бога вот так вот пустыня да мы знаем что скудость того времени многие находились в состоянии крайней бедности нуждались в благоприятных переменах от Бога очень сильно нуждались был упадок в состоянии всех прошу прощения хотел очихнуть всех человеческих ресурсов многие были готовы слушать Христа чтобы обрести надежду обрести перемены и тем более что Христос Он говорил о вечной жизни это было очень привлекательно и обнищание да с одной стороны богатство с другой стороны экономическая обстановка созрела давайте посмотрим на моральную готовность Римская империя погрузилась в состояние полной моральной ну скажем так безнадежности требовался Дух Христа чтобы изменить моральный склад людей и народов и кстати в современном мире ну как про нас пишут требуется в современном мире поменять моральный уклад людей моральные устои общества быстро вырождаются безнравственность становится все масштабнее и это о них и это про нас сердца многих людей жаждут возвращения Христа мы в этом плане созвучны и давайте религиозную готовность чтобы нам в рамках сегодняшней нашей встречи обо всем поговорить когда Иисус пришел духовная нужда и это самое главное достигла своей полноты старые боги Рима были бесполезными большое распространение получили мистические религии всевозможные идолы поклонение Цезарю императору было возведено в ранг богопочитания но понятно что все это не могло утолить духовный голод людей сердца людей жаждали их души были ну в угрызении совести за совершенные грехи сами евреи на протяжении столетий ждали мессию ожидали его по пророчествам знали что он придет до сих пор ожидают огромная масса их литературы в период между ветхим и новыми заветами вот как раз то о чем мы с вами говорим вот если посмотреть в этот период ту литературу которая была написана она была полна надежд на грядущего мессия и когда Иоанн креститель начал проповедовать его голос стал звучать он очень распространился его голос по всей стране и вопросы сразу прозвучали по отношению к Иоанну крестителю ему задавали вопросы ты мессия или ждать нам другого и этот же вопрос он задал через своих учеников Иисусу ты ли тот которого который пришел ты ли мессия или ждать нам другого ожидания очень были великие ожидания религиозные духовные ожидания были великими наступила полнота времени вот это полнота времени наступила Искупитель пришел во время назначенное Богом время во многом подготовленное к его приходу время когда потребность в Искупителе достигла своего предела и вот это вот все происходило между заветами между Малахией между первыми страницами которые мы читаем в Новом Завете не во всех библейских собраниях скажем так писаний и Нового Завета в том числе книги расположены в таком виде в каком мы смотрим в синодальном переводе есть еврейские варианты полного собрания сочинений книг Ветхого и Нового Завета мессианские издания где последовательность книг немножко иная так вот но у всех первой является Евангелие от Матфея поэтому между книгой Малахии последним пророком Ветхого Завета до времени скажем так Иисуса Христа 430 лет вот такой период о котором мы сегодня с вами поговорили много интересного там происходило самое знаменательное событие это состояние государства Израиль Маковейское восстание Владычество Владычество Рима и вот подготовка подготовка к пришествию Иисуса Христа когда мы с вами взглянули на политические и религиозные группы того времени я уложилась слава богу со следующего нашего занятия у меня есть предложение к вам чтобы мы уже в традиционной форме мне например она очень понравилась не знаю как вам но судя по откликам в группе нравится что мы берем один из известных нам хорошо известных библейских вариантов мы берем обычно синодальный вариант или нам читала Ирина Желяева из РБО русское библейское общество кстати очень хороший вариант перевода полного собрания перевода Библии хороший очень хороший вариант тоже советую потому что Давид Стерн он готовит полное собрание сочинений книг Библии но пока еще его нет у нас есть только новый завет в еврейском варианте и у меня есть предложение к команде взять комментарии Давида Стерна и посмотреть прочитать точно так же из синодального перевода по главам и из еврейского нового завета книгу откровения такая вот книга она до сих пор много ее трактует но она до сих пор влечет нас своей загадочностью мистичностью и у меня есть предложение разобрать эту книгу разобрать познакомиться с ней как вы напишите в ленте к этому относитесь если такое желание познакомиться с книгой откровения в двух вариантах посмотреть на комментарии серьезных теологов но и пообщаться нам самим понятно что если мы берем книгу откровения можно даже сейчас высказаться у нас время еще будет если мы берем книгу откровения то мы пойдем наверное чуть медленнее потому взять одну главу где-то можно будет ее оселить за одно служение а где-то и нельзя будет нам поговорить и полностью понять целую главу и прокомментировать ее и пообщаться на этот счет поэтому может быть мы будем брать главы частями и сейчас обратная связь как вам такое предложение по поводу книги откровения в двух вариантах прочтения ну и плюс еще взять комментарии и наше наше мнение на этот счет кто-нибудь скажите отличное предложение аминь 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 согласна согласна значит так и сделаем хорошо давайте так и сделаем возьмем книгу откровения и посмотрим на не очень спорная книга очень много к ней толкований и я очень надеюсь что мы не запутаемся я очень надеюсь что мы не запутаемся в этих истолкованиях но каждый примет для себя еще одну меру понимания этой книги которая завершает вообще цикл жизни земли жизни человечества на земле поэтому вот эта вот точка которая ставится книга откровения она всегда любопытна нам а что же дальше и понятно что книга откровения это не будущее земли книга откровения по сути она идет уже со времен прихода Иисуса Христа но понятно что последние главы еще этой книги на земле не завершились поэтому познакомимся с ней я вижу отклики читаю отклики хорошо так мы и сделаем мы с вами сегодня завершаем наше служение я думаю вам всем было интересно услышать про этот период со следующего раза мы начинаем обсуждение чтения и комментарии книги откровения площадка эта в этом году остается в этом же формате в этом же времени единственная площадка которая не уходила на каникулы мы понимаем по какой причине потому что от писания мы никогда не отдыхаем можно уставать от трудов духовных но от чтения от впечатлений высокого духа этого писания конечно чем больше мы в этом будем находиться тем лучше для каждого из нас поэтому всем спасибо за участие спасибо за добрые слова и шалом шалом с миром божьим всем хорошей недели спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok